Здравствуйте! В эфире программа «Мой путь» и я, ее ведущая Ольга Пищикова. Наша программа о людях, лица которых известны вам в стиле экранов и страниц газет. О людях, которые добились успеха в бизнесе, политике и многое сделали для нашего города. Но какой путь им пришлось пройти, перед тем, как они стали тем, кем являются? Голодный желудок – это стартер мозга, стартер мозга. Сегодня наш герой Андрей Недовес, председатель наблюдательного совета «ЗАО «Автоклапан», депутат областного совета. Декабрь 2002 года. Команда молодых бизнесменов пришла в полуразрушенные цеха Луганского завода «Автоклапанов». Начали собирать станки по деталям, снимая их с поломанного оборудования. Бывших работников собирали по цепочке от одного человека к другому. Каких трудов стоило новой команде восстановить завод, знают только они сами и заводские стены. Лично ездил по адресам, которые остались в обиликадрах, и привозил, начиная от рабочих, станочников и заканчивая ИТРовцем. Начальников цехов. Задача была восстановить коллектив и более того, не просто восстановить, но дать какую-то веру человеку в то, что, придя назад на завод, этот человек через некоторое время будет работать на живом предприятии, на предприятии, у которого есть будущее и которое сможет обеспечить будущее этому человеку. 28 числа решением суда хозяйственного принято решение о банкротстве нашего предприятия. Нам непонятно, как можно банкротить предприятие, где имеем около двух миллионов платежей государственной организации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы победим, кто не отходил! Мы победим, кто не отходил! Будем работать! Будем работать! Мы проработали здесь большинство больше 30 лет на заводе. У нас произошла реконструкция, участок, начали люди нормально зарабатывать, повышение зарплаты, быта, всего. Столовую хорошо сейчас сделали для нас, оборудовали. Ну, все делается для трудящихся. И вот выносится судом, что мы банкроты. Завод дает людям и жить, и платить, и у каждого семьи, у каждого старики. Все хотят, как говорится, нормально жить. Сейчас при нашем руководстве мы начали получать зарплату, работаем нормально, довольны всем. И мы не хотим, чтобы закрыли наш завод. Дела идут нормально, налажены связи, зарплата выплачивается регулярно. Вы довольны сейчас тем уважением, которые разобрались? Очень, очень, очень довольны. Очень довольны. Мы просим администрацию разобраться. Госпожа Тимошенко и все наше правительство, этот завод, как и большинство экспортеров наших, уничтожает. Государство изымает из общего оборота завода до 20% оборотных средств. Задумайтесь над этим. Простейшая математика вам всем позволит посчитать, что через 5 месяцев завод перестанет быть. Такого не было никогда. Сейчас молчать – это значит соглашаться, это значит, что то, что происходит в стране, тебя устраивает. Я с этим не согласен. Меня это не устраивает. Я уверен, что то, что происходит сейчас в нашей стране, это гибельно для государства, для промышленности, для экономии. В 2005 году Андрей Викторович вступил в партию регионов. Политика партии регионов направлена на отечественного производителя, в первую очередь. Это открытое лоббирование интересов отечественного производителя. Я считал, что та борьба, которую я себе наметил, будет более эффективна, если я буду членом партии регионов. Я состою в партии, потому что это помогает реализовывать какие-то мои идеи как предпринимателя. Это тот способ, которым мне проще доносить свои мысли до людей, от которых зависит решение этих вопросов. Надо набить свои шишки, надо свой тазобедренный сустав сломать на этом жизненном пути, но надо пройти свой путь. Даст Бог силы изменить то, что можно изменить, и принять то, что изменить нельзя. И главное, не путать первое со вторым. Это путь Андрея Викторовича Недовеса. Субтитры создавал DimaTorzok